У Романа Широкова судебные приставы конфисковали телефон за неуплату штрафов. С декабря у него накопилось долгов на 10 тысяч рублей. Говорит, не было денег, чтобы вовремя расплатиться. Телефон мужчине вернут, если в течение 10 дней погасит все задолженности. В противном случае гаджет выставят на аукцион, а деньги с продажи покроют штрафы. Постараюсь в ближайшее время оплатить штрафы, чтобы, так сказать, обратно получить свой телефон. По статистике, правила дорожного движения нарушают мужчины в возрасте 35-40 лет. Должники оправдываются. Забыл, нет денег, не было времени. Всех нарушителей проверяют по базе данных. Если штраф свыше 30 тысяч рублей, описывают имущество и ограничивают выезд за пределы России. Штраф свыше 30 тысяч, то есть вставляется акт описи ареста, заполняется, что конкретно мы описываем, сумма, какую мы ее оцениваем, вид того имущества. И, естественно, если согласен гражданин с этим, он все подписывает, и мы ему разъясняем, как ему поступать дальше. Такая профилактика у нас всегда проводилась, и мы стараемся ее проводить, действительно, потому что по статистике многие не оплачивают злостники, скрываются. После таких проверок водители, как правило, избавляются от долгов уже в течение недели. Штрафы можно оплатить онлайн через госуслуги с официального сайта Федерации судебных приставов или в любом банке. Автоинспектора советуют не затягиваться этим. За просроченные штрафы придется заплатить в два раза больше. Даниил Лучко, Григорий Пельшаков. События.